Сегодня в Доме правительства обсуждали меры противодействия незаконному обороту промышленной продукции. Чаще всего контрафакт фиксируют среди алкогольных и табачных товаров. В прошлом году правоохранительные органы изъяли более 130 тысяч пачек контрафактных сигарет, одновременно выявив и перекрыв несколько каналов поставки незаконной продукции. Основным фактором, влияющий на теневой оборот, по мнению специалистов, является высокая доходность. Так, пачка контрафактных сигарет стоит до 50 рублей. Есть уже цифры и этого года. За истекший период текущего года выявлено три преступления. Два в отношении группы лиц по факту приобретения, хранения, с целью сбыта и продажи на территории города Канаш табачной продукции с поддельными акцизными марками. И один факт перевозки табачной продукции без акцизных марок, которому возбуждено уголовное дело по части 5 ст. 171-1. Из незаконного оборота в текущем году изъято более 40 тысяч пачек табачной продукции с поддельными акцизными марками. В Роспотребнадзоре отмечают, по-прежнему нарушаются законы о запрете курения вблизи учебных заведений. Кроме того, некоторые кафе и рестораны предоставляют кальянные услуги. Чтобы поставить точку в этом вопросе, надо в кратчайшие сроки внести нужные изменения в региональную нормативно-правовую базу. Жалоб достаточно много, что люди, которые приходят с семьями, с детьми, в кафе, рестораны, сталкиваются с курением кальянов и, естественно, испытывают неудобства в том числе. Поэтому в этом направлении, коллеги, давайте тоже усилим работы. Остро стоит вопрос незаконной алкогольной продукции. Несмотря на то, что в Чувашии есть свои предприятия, производящие алкоголь, к нам регулярно поступает контрафакт. МВД по Чувашии выявляет каналы завоза и местные подпольные цеха. Только в этом году пресечены три факта продажи и перевозки алкоголя без лицензии. За январь-февраль Минек провел 45 проверок. У более 200 организаций и индивидуальных предпринимателей выявлены нарушения требований розничной продажи алкогольной продукции и порядка ее учета. Но сложно регулировать продажу алкоголя через интернет. На сегодняшний день отдельно хочется обратить внимание на ту возможность, которая появляется в социальных сетях, в интернете, что сегодня, по сути, алкогольную продукцию можно заказывать через социальные сети. Здесь хотелось бы отдельно настроить, в том числе, органы федеральной власти и МВД, прежде всего, на работу в данном направлении. При этом граждане, осуществляя доставку алкоголя, нарушают требования законодательства в сфере алкогольного рынка. Много законодательных актов у нас на предмет блокировки такого рода ресурсов, которые содержат незаконную информацию. Это, прежде всего, в части наркотиков и иных направлений, которые противозаконны. Здесь надо подумать тоже в таком же ключе. Если алкоголь у нас уже попадает и соответствующим образом можно реагировать на это, значит, мы должны выработать механизм взаимодействия и блокировки такого рода ресурсов. На совещании затронули вопросы самогоновой арене и продажи в аптечных сетях спиртосодержащих препаратов. Татьяна Молокова, Андрей Шоклев, Республика.